Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Собственно, вы в своем тексте, на мой взгляд, даете некоторый ответ на свой вопрос. Я не буду перечитывать ваш текст, наверное, я просто либо выделю некоторые аспекты, либо, соответственно, перечитаю и буду перечитывать и давать комментарии. Значит, в детстве я была очень влюбчивой, я привязывал сказки мимо проходящего мужчины. Но привязанность это не влюбчивость, пожалуй, в том смысле, что есть разница. Влюбчивость это страсть, а привязанность это некая потребность. То есть, если, например, человек, он остается в защите, и по какой-то причине ему кажется, что защиту может дать мужчина, то, соответственно, он будет привязываться к мужчине. Вот, но при этом объяснять себе он будет это так, что вот я влюбился. Вот, и признаться в том, что вот мне нужна только защита, да, ну, довольно тяжело. Вот, не говоря уже о том, чтобы сказать об этом человеку. Вот. То есть, у привязывания есть потребность. В 7 лет я научилась себя сдерживать и страдала тихонечко про себя. Да? Ну, я полагаю, что сам факт того, что вы себя сдерживали, что он породил довольно много агрессии, накопленной внутрь и вал, обиды, вот, и каких-то вынужденных путей для того, чтобы с этими чувствами как-то обращаться. По-видимому, вот, то, что вы страдали, да, то есть, ну, страдания тут тоже можно несколько раскрыть. То есть, страдали как? Да? Страдали от чего? То есть, страдали ли вы, например, от тревоги, что вы не в безопасности? Или страдали ли вы от того, что вас отвергли? Или страдали ли вы от того, что, например, вы никому не нужны? Или страдали ли вы от того, что любви не достоин? И так далее. Ну, вот. То есть, тут нужно этот момент раскрыть. Но сам факт того, что вы себя сдерживали, он, конечно, поспособствовал тому, что у вас, ну, могло бы появиться несколько способов обращаться с этим состоянием, скажем так, деструктивным. Что странно, обычно влюбляются в мальчиков, я тоже иногда, но редко. Обычно это были мужчины или тридцати, как правило, не один, а много, да? Ну, здесь, опять же, вот компенсация, как будто бы, то есть, это выглядит как компенсация, особенно количество. Я могла быть влюблена от пяти до десяти мужчин одновременно. Ну, я думаю, что это не предполеплеварность, вот, насколько я знаю, влюбиться можно в одного, я думаю, что... ...привязка, скорее всего, имеет место быть. То есть, привязанность, привязанность быть можно к нескольким людям. Вот. Это правда. Ну, и количество этого, это компенсация, как правило. Тригером служило то, что они меня заметили, мне сразу начинало казаться, что я что-то знаю, значит, и меня срывал. Ну, вот, здесь хочется заметить, насколько вы, на самом деле, точно замечаете эти вещи. Что вы замечаете, что вы, что вас заметили, вы замечаете, что стали чувствовать, что что-то значите, и вы замечаете, что вас срывают. Очень хорошо. Это очень здорово, то, что вы это замечаете. Но почему-то вы останавливаетесь здесь. То есть, почему-то вы, вот, не идёте немножко дальше, да. Вот я что-то значил, а что потом, да. То есть, значит, это не я, получается, а значу я только в свете другого человека. То есть, другой человек, меня заметив, делает меня значимым. Вот. А сама-то я не значу ничего. Но при этом, когда вы чувствуете, что вы что-то значите, вот, вы, мне кажется, не очень замечаете, что именно, что именно вы значите, почему я об этом говорю так подробно, потому что мне кажется, что проблема сохраняется до сих пор. Вот. Конечно, тихо и про себя. Но, опять же, здесь элемент сдерживания порождает, во-первых, отдаление, подавление этого, вот, и, во-вторых, наверное, деструктивные способы обращения с этой историей. Ага. Но, хоть я понимал, что такие чувства смешны и постыдны, и постыдны противиться им очень сложно. А я боюсь, что здесь очень важный момент, что вы помимо этих чувств еще и чувствуете вину. Нет ничего постыдного в этих чувствах. Абсолютно. Другое дело, что они вам причиняют боль в силу того, что, как вы с ними обращаетесь. Вот. Обращаться с ними не умеете, и они причиняют боль. Дальше. Вот вы говорите, противиться им очень сложно, да? А чему именно противиться сложно? Вот как, то, что нужно противиться, это понятно. А вот чему противиться? То есть, какая здесь другая сторона? В чем она, эта другая сторона? Так, в подростковом возрасте я научилась этим людям пакостить. Но, опять же, здесь вы довольно точно и удивительно откровенно пишете, как это происходит. То есть, я не могу выразить тебе любовь, да? Поэтому я буду тебя ненавидеть. Мотив прост. Лучше пусть ненавидят, чем игнорируют или не замечают. Но, опять же, здесь вы большая молодец, потому что многие люди этого не замечают. Вот этот процесс не замечают. Что представляет интерес для нас? Это, пожалуй, то, что в какой момент любовь перетекает в ненависть, то есть, что происходит в этой точке, в точке превращения любви в ненависть. Со временем, когда я научился общаться с людьми, мне стало привычное внимание, я стал влюбляться меньше, но зато были качественно и болезненно. Смотрите. Вот ответ на ваш вопрос, на самом деле. То есть, вы научились общаться с людьми, вам стало привычно внимательно, и влюбляться вы стали меньше. Но, как мне кажется, на каком-то уровне вот этой вот, ну, давайте назовем это социализация, да? Давайте назовем это так. Это не совсем точное слово, но оно нам подойдет, чтобы назвать то, о чем я говорю. Вы остановились на определенном уровне социализации. И не пошли дальше. То есть, вы не стали, или не смогли, может быть, повышать качество своего общения. Вы не, грубо говоря, не стали более глубоко общаться с людьми. Опять же, может быть, из-за страха, может быть, из-за неумения, может быть, из-за негативного опыта. Сейчас это не так важно. Важно то, что это произошло. То есть, вы научились общаться, вы, как бы, значит, начали социальную активность, но в какой-то момент вы остановились, перестали развиваться дальше. Вот. И, соответственно, любовь стала более, как вы говорите, качественной, да? То есть, влюбляться вы стали качественной, ну, болезнь. Вот и ответ. То есть, смотреть на возможность дальше продолжать свою социализацию. Дальше становиться счастью, естественно, комфортной для себя, удобной для себя, приятной для себя, счастью социума. Вот. Другой вопрос, хотите вы этого или нет? Да. Если вы этого не хотите, то тут уже нужно рассматривать другие варианты. Но, как вы видите сами, чем больше вы общаетесь с людьми, тем более вам привычно внимание, тем менее вы подвержены влюбленностям. Со временем, реальные люди отошли на второй план. Я стал влюбляться в несуществующих персонажей. На мой взгляд, это связано с тем, что вы отказываетесь воспринимать неидеальность людей, на мой взгляд. Вот. Отсюда потребность в идеализации. В идеализации, в свою очередь, заключаются некие ваши потребности, которые вы диссоциируете от себя, получается. Из книг, фильмов, сериалов. Смучился я от этого очень сильно. Я вас понимаю, у меня тоже такой опыт был. А потом, когда проходило, больше меня эти персонажи так не привлекают. Ну, понятно. На сегодняшний день я склонен влюбляться в мужчин, с которым меня появляются отмены наделись сочувствами. А здесь, пожалуй, парадоксальным образом ситуация выглядит так, что вы влюбляетесь не в мужчину, а в возможность делиться чувствами. А поскольку чувство – это вы, то вы влюбляетесь как бы в саму себя через мужчину. То есть через мужчину вы находитесь способ любить себя. Прямо себя любить не получается, а через мужчину получается, с которым вы делитесь с чувствами. Имеется ввиду. Вот. Тут бы как-то посмотреть, да? Ведь чувства ваши, да? Вы и не делитесь с мужчиной. И, наверное, одного факта, что вы делитесь с чувствами с мужчиной, мало, чтобы вы в него влюбились. Наверное, должно быть что-то еще. Так, из-за этого я очень боюсь психологов, потому что кроме того, что это само по себе очень больно, за это все наказывают. Ну, не знаю, кто наказывает. Да, мне кажется, что ни один уважающий себя профессионал никогда никого наказывать не будет. Это касается не только психологии. Если так сложилось, так случилось, что вот у вас есть такой опыт. Это очень печально. Что касается боли, я согласен. Я согласен. Действительно, работа с психологом причиняет боль порой. Но мне кажется, что этот же специалист своим присутствием поможет вам с этой болью обратиться, прожить ее. Так, дальше я прекрасно понимаю, что это страшное преступление, но не могу это контролировать. Да нет, это не преступление. Это не преступление. Я заметила корреляцию между тем, насколько мне плохо, больно и влюбленностью. То есть, тут я не понял, вы пишите, не я влюбляюсь, Fuji И мне становится плохо. Я думаю, что вы хотели написать, я не влюбляюсь и мне становится плохо. Давайте я пока так буду, ну, считать, что вы так написали. Значит, я не влюбляюсь и мне становится плохо. От начала мне становится больно на душев, и вследствие этого я влюблялась. Отчего больно? становится. От чего больно? От того, что вы не влюблены, получается. То есть нет влюблённости, вам больно и от этого вы влюбляетесь. Так? Почему-то когда мне плохо, мне хочется, чтобы кто-то меня обнял, поддержал, поселил и защитил. Это нормально. Это нормально. И важно вот уметь, ну опять же не то, чтобы прям уметь, а важно говорить об этом, о том, что вам хочется. Вот. И, наверное, быть готовый принять то, что даёт человек. Ну, как-то учитывая, что в полном объёме то, что вам хочется, он вам не даст. Вот. Скорее всего. Если этого не происходит, я начинаю умирать, предстаю вставать в постели, останавливаться в пищеварении, не могу двигаться, останавливаться в сердце, предстаю дышать. Это похоже на психосоматику. Вот. Ну, тут, если эти процессы очень сильные, как вы их описываете, то, конечно, возможно, без, ну, без медикаментозного какого-то лечения не обойти. Вот. С одной стороны, да. Опять же, здесь не совсем понятно, да. Если вас не поддерживают и не обнимают, то и вы начинаете умирать. Ну, понимаете, это выглядит так, как будто бы вы себя наказываете. То есть, меня не обняли, не защитили, значит, я должна умереть. То есть, это как будто бы естественная агрессия на того, кто не обнял и не защитил, направленная на вас. Вот. Я начинаю цепляться за каждого вторичного и иногда влюблялась даже в девушек, в женщин. Ну, я думаю, что тут ничего страшного нет. Я понимаю, что нормальные люди так и так не делают. Да нет, почему? Делают. Может быть, не так категорично, но делают. Я понимаю, что у меня психическое расстройство. Если только психосоматика, вот, то есть, психосоматика у вас сильно. В остальном, я не психиатр. Конечно, это тяжело и больно и серьезно, то, что вы описываете. Но я бы сказал, что психиатр может найти здесь какие-то вещи, можно найти диагноз, безусловно. Но все равно корректировать это возможно только из позиции, что вы здоровы. Но признаться, в этом психиатру мне стыдно. Я вас понимаю. Только хотел бы прояснить, а чего именно вы стыдитесь. Вы ведь можете и не говорить психиатру о том, что, ну, вот, о причине своего стыда. Вы можете начать с того, чтобы просто сказать, что, знаете, иногда мне бывает очень стыдно. Просто. И посмотреть на то, как он на это отреагирует. Я понимаю, насколько смешно и глупо. Ну, мне не смешно и я не считаю это глупо. Поэтому, если я чувствую себя плохо и понимаю, что могу влюбиться в психологию, я пью галлоперидол, а потом исчезать передозировку. А что это? Это препарат, который как-то помогает убрать влюбленность. Мне всегда казалось, что нет такого состояния, что я могу в кого-то влюбиться. Я либо влюблён, либо нет. Что делать с этим прекрасным чувством влюблённости? Ну, в принципе, я сказал, как его одолеть, если оно на меня бросается. Но это не оно на вас бросается, это и есть вы. То есть тут проблема в том, что вы как бы противопоставляете себя этому чувству, но и есть вы. Какое наказание будет самое доходчивое? Никаким наказанием всегда прочитает только протест. Никаким, 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 никаким. Значит, я просто того ещё более дико и недоверчивый. Ну, я думаю, вот, понимаете, как сказать, я думаю, что вам действительно нужна опора. Как мне кажется, да? И вот то, что вы бросали у психологов, ну, это выглядит как страх. Это выглядит как бегство. Ага, на самом деле, в психотерапии мы встречаемся с влюблённостью. И в этом нет ничего страшного, в этом нет ничего странного. Как бы это необходимо прожить. На мой взгляд, ни одна влюблённость вами не проживалась до конца. Она всегда заканчивалась, ну, вот, негативно. Мне кажется, что обращаться с влюблённостью по-взрослому, да, вы не умеете. Именно в силу того, что опыт такой опыт, ну, деструктивный. И мне кажется, что пройти с вами этот путь, вот путь вашей влюблённости, принимая все ваши реакции, принимая ваши изменения, принимая ваши импульсы и так далее. И при этом, находясь рядом с вами, позволит вам увидеть, что там дальше. И, возможно, найти в этом часть себя и стать более цельным. Вот. Вот. Как мне кажется. Вот. Такая история. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Удачи. Удачи.